В Саранске учебно-авиационный центр, СУАЦ, сокращенно, он существовал долгие годы. Много здесь людей работало, порядка 700 человек. Говорить о настоящем в Саранском аэроклубе не любят, просто потому что сегодня им гордиться нечем. Больше вспоминают прошлое. Когда-то Мордовия была одним из главных авиационных центров по подготовке летчиков Вооруженной силы страны. В год выпускали 100 курсантов. Для них здесь работала столовая, казарма, медсанчасть и даже свой клуб. Одновременно в небе летали 20 реактивных МИГов и Л-29. За одну летную смену, которая длилась всего 6 часов, сбрасывалось 60 тонн топлива. Но и сейчас на аэродроме мертвая тишина. То, что мы видим сейчас, это все-таки наследство 90-х годов. Когда отсутствие средств у Министерства обороны, это не только наш аэродром, не позволило их содержать. В ангаре кладбище старых машин Як-52 списан еще в 91-м году. Таких здесь десятки. Поднять их в небо сегодня нереально. На ремонт одного необходимо от 2,5 миллионов рублей. Единственная надежда Саранского аэроклуба Ан-2 выпущена еще в далеком 48-м году. Сегодня он служит в основном для обработки полей. Шанс подняться в небо кукурузнику дает Владимир Осмушин с коллегами. Летчики-инструкторы, они же механики, да и по сути фанаты своего дела. Уже давно научились собирать из нескольких самолетов один. И в безопасности полета не сомневаются. Ни одного чрезвычайного происшествия это и есть главное доказательство. За державу обидно. За молодежь обидно. Которая раньше имела возможность бесплатно обучиться, полетать. И ведь это не только там, что удовольствие справить. В первую очередь это патриотическое воспитание молодежи. И правда, стать летчиком сегодня сможет не каждый. Курс обучения стоит от 380 тысяч рублей. Бесплатно сейчас не учат. Саранскому аэроклубу приходится зарабатывать на тех, кто любит небо. Один из обеспеченных романтиков Юрий Еремин работает заместителем генерального директора одного из крупных предприятий Мордовии. За штурвалом уже не новичок. Но теперь решил переучиться и управлять другой машиной. Як-18Т, пусть даже и старенькой. Сейчас самолеты такие пошли, они стали как роботы. Там стоит джойстик, он сам летает. Он может сам взлетать, садиться. Этот самолет сам летать, садиться не умеет. Здесь есть штурвал, видите, да, есть педали. Здесь все ручное. Он, знаете, он живой. То есть с ним надо разговаривать, общаться. Его надо любить, а не надо ухаживать. Маленькую, но все же прибыль на содержание аэродрома приносят и парашютисты. Они за символическую плату приглашают совершить незабываемые прыжки с парашютом. Каждый, кто сегодня работает на развалившемся аэродроме, все равно верит, что когда-нибудь Мордовия вернет былую славу. И блестящее прошлое малой авиации республики не будет мелькать на старой кинохронике. Юлия Литвинова, Андрей Купряжкин, Вести Мордовия, Лемберский район.